Тенденция привлечения частной системы здравоохранения в предоставление услуг скорой неотложной медицинской помощи набирает обороты по Российской Федерации. Вы только что познакомились с примером города Липецка, где при отсутствии муниципального бригада скорой медицинской помощи служба 03 предлагает обратиться за частной скорой медицинской помощью. Я думаю, что данное предложение вполне законно и может быть даже обосновано с точки зрения интересов пациентов. Почему? Потому что можно надеяться на муниципальную медицину и ждать бесплатного получения медицинской помощи, а надеяться на муниципальную медицину не всегда правильно. Проще заплатить эти 1600 рублей. Просматривается определенное частное государственное партнерство. Там, где не хватает государства, услуги предоставляет частная скорая медицинская помощь. Кроме того, вполне возможно, что в скорая медицинская помощь войдет в систему обязательного медицинского страхования, как имеет место пример в городе Омске. И в результате пациенту будет приезжать частная скорая медицинская помощь, и он будет получать бесплатную медицинскую помощь, в результате чего средства будут перечислены не в карман муниципальной станции скорой медицинской помощи, а частной системы здравоохранения. Выгодно ли это пациенту? Безусловно. Выгодно ли это муниципальному образованию городу? Тоже безусловно. Я хочу обратить внимание на то, что данная тенденция набирает обороты. В городах Омске, Екатеринбурге, Воронеже, Санкт-Петербурге и, само собой, Москве данные бригады частной скорой медицинской помощи давно и успешно работают. Я думаю, что данная тенденция будет продолжать развиваться, потому что спрос на данные услуги есть. Никуда от этого не денешься. Коммерциализация медицинских услуг, как товаров, которые обращаются на рынке, происходит постоянно и неуклонно.